Все проекты очень хорошие, но только одно предложение касается всех жителей города поголовно, от грудных младенцев до пенсионеров. Это проблема парковки машин на газонах и вообще парковки машин. В данный момент мэрия предлагает дизонировать что-то, потом уничтожать газоны, потом за большие деньги частной парковки организовывать на землях, принадлежащих домам. Вызывает только некоторое раздражение у соседей. Мое предложение, поскольку нельзя расходовать бюджетные деньги на придомовую территорию, и учитывая полный разброс с зонированием, то выделить средства на защиту, даже не на экопарковку, а на защиту газонов от паркующихся машин. При этом уничтожается не 100% газона, а не больше 20%. То есть 80% газонов сохраняется. При этом парковки остаются бесплатными. Нету грызни между соседями, никто друг другу колеса не пропарывает. При этом решаются вопросы вообще парковки, поскольку даже в новых районах машины ставить негде, не говоря уж про старые. И еще немаловажно, в ходе реализации этого проекта один из этапов проведения конкурсов на наиболее удачное место проекта. При этом может быть произведена косвенная реклама самого проекта, поскольку видим, что интерес населения к проекту резко падает. Даже вот белые пески, которые здесь вызывают восторг, я вот тут в больничку попал, от нечего делать, поговорил с народом, в общем-то нету того восторга. Начиная от маниловщины, кончая пир во время чумы. Все это. А вот защитить газоны от автомобилей нужно всем. От грудного младенца, который в коляске не может проехать, до пенсионера, да и просто рабочий, который приехал на обед и не знает, куда поставить машину, а рядом стоит пустая совершенно парковка, утыканная такими частными шлагбаумами. Поэтому увеличение количества бесплатных парковок при максимальном сокращении газонов, кстати, требует очень немного денег. Начиная от 100 тысяч и масштабирует так до полутора миллионов. Ну, в общем, все так. Коллеги, вопросы. А что есть? Подождите, нет, Евгения, надо. Давайте романтируем. Александр, от 100 тысяч до полутора миллионов, это решит всю изначальную проблему в объеме всего города? Ни в коем случае. Это покажет, что... Это проблема только вашего дома. То есть вы... Так, секундочку. Я уточняю. Я уже первое, что говорил, что можно провести конкурс, где удобнее расположить. В моем доме, может быть, это нельзя сделать, поскольку там нет зонирования. Но вот, скажем, за фортами 13, там явно... То есть на одну придомовую территорию уйдет бюджетный денег от 100 тысяч до полутора миллионов. Вот конкретно вопрос, конкретно ответ. Не на одну. Да, одно парковочное место может быть израсходовано, ну, порядка 20 тысяч. Скажем, 100 тысяч, это 5 парковочных мест. Полтора миллиона, соответственно. Это покажет, что возможно решение проблемы не те экопарковки, которые у детской поликлиники, ну, просто порой на них. Не те размешанные в грязь газоны, которые выбрасывают грязь, пыль и так далее на дороге. А совершенно сохраненные газоны и в то же время место для парковки. Объединить. Просто показать, что это реально. Возможно. Плюс еще на разных парковках можно применять разные технологии. От военных колеи, вот это вот, из рифленки военной, до трапики, до буквально отхода от битого кирпича и небольшие направляющие, которые колью будут обозначать. Все это имеет массу вариантов. И, может быть, более того, может быть, каждая парковка имеет свой вариант. И в процессе эксплуатации можно сравнить. Но ваше конкретное предложение, как сделать одно показательное какое-то парковку. Не обязательно одно. Чтобы потом город в дальнейшем поддерживал именно бюджет депутатов. После, или бюджет депутатов, или, может быть, даже жители домов, увидев, что это возможно, пойдут. И более того, это очень дешево. Те парковки... Организации этим занимаются? То есть, конкретно, вот у них есть тендер и все прочее, да? Тех заданий, тех решений, то есть, как это все происходит? Вот те организации, которые занимаются тендерами, стремятся максимально увеличить стоимость проекта. То, что погубило Советский Союз, то продолжает царствовать. Затратный метод планирования. Мы здесь не пойти, как пришли заниматься конкретно. Я задаю хороший такой прямой вопрос. Скажите, вы знаете ту организацию, которая готова сделать за 100 тысяч рублей, вот эту парковку возле какого-то дома, чтобы он был за особо показательным? Правильно я так понимаю? Или вы сейчас пока эфемерно выговорите? Я знаю, что возможно строительство за очень маленькие деньги, и можно... Я знаю, что возможно термоядерный синтез, но можно бы получить бесплатно, получать электричество. Согласны? Да. Давайте о реальных вещах отходим. То, что мы реально... Во-первых, до полутора миллионов. От 100 тысяч. То есть, ваше предложение сейчас на полтора миллиона, чтобы сделать в особо показательную парковку, чем... И равняться на нее в дальнейшем. Не одно парковку. Чем больше средств, тем больше будет разнообразных парковочных мид. Владимир, можно по поводу... Александр, по-моему, Владимир пытается объяснить следующее. Он сказал бы это вначале о масштабировании. Зависимо от того, сколько денег будет выгодно. Он сказал 100 тысяч до полутора миллионов рублей. Я сейчас хочу конкретную цифру услышать, что... Владимир, я не могу сам сейчас ее назвать. Поэтому я думаю, что мы можем переходить к следующему вопросу. Масштабирование от одного места. То есть, вопрос, который... Роман, ваш вопрос. Хорошо. Так, значит, у меня вопрос следующий. 20% газона, да, вы сказали, что только там. А почему-то другие парковки 100%. Это вот почему так получилось? Потому что проектантам выгодно. Угрохать больше денег... Да, проектантам, как мы скажем, так и будет. Проектантам. Они так и сделают. Проектант – слово отсутствующие, Максим. Слово нет. Это не... Нет, существующие вот парковки предусматривают бетонирование 100% газона. Вот то, что в городе, вот на машиностроителей два сейчас сделали. Вот в начале 50 лет октября, несколько вот этих. Просто людям предлагается сделать такой проект. Они с этим соглашаются. Но если мы засыпем кирпичом бетон, то тот же самый эффект будет, что это бетонирование. Правильно или нет? Только засыпано будет то место, где колеса строятся. Или мы засыпем кирпич, колеи. Можем ли я сформулировать, может быть тоже я прояснил. То есть, Владимир предлагает не целиком место бетонировать, а сделать только колеи. Соответственно, что составляет 20% фондающей площади. Это проясняется. Следующий вопрос. По санппинам это можно делать или нет? Возражения со стороны мэрии были только, что нельзя расходовать деньги на придомовую территорию. Про Санпина возражений не было, ну и как-то не ожидается, что они могут быть. А это придомовая территория получается? Нет, я еще раз говорю, поскольку поступило возражение, мы рассматриваем установку данного проекта вне придомовой территории. Либо там, где еще зонировка не прошла, либо там, где по зонировке не находится придомовая территория. Таких мест полно. А например, у вас есть какая-то прикидка, какого именно места? Ну, десяток мест. Ну вот, за фортами 13. А еще? За фортами 13? За фортами 13. То есть садика, зеленая зона, которая идет где-то под станцией, да? Где под станцией? Нет, вот форты 13 в сторону садика туда. Сверху уже, в сторону садика. А, ну да, там эта будка стоит, там размешанный в хлам газон, который явно не относится к фортам. У космонавтов 24. Там ТСЖ, причем наверняка там мэрия имеет подавляющее большинство голосов, поскольку там мало приватизированных помещений. Ну, мы сейчас, Владимир, не будем... Ну, нет, я и говорю, конкретно... Еще один уточняющий вопрос, Владимир. А вот вы стоимость обозначаете от 100 тысяч до миллиона, это понятно, поскольку сколько мест парковочных. Вы учитываете ли в этой стоимости, например, если говорить о фортах 13, восстановление того газона, который сейчас размешан, потому что если его сохранить, то в первую очередь надо восстановить, а потом уже делать там какие-то... Более того, есть методы удешевления этого. Сейчас вот проходит процесс срезания газон, уничтожения газонов и высел в нового строя. То есть, если его не сгребать, а нарезать этот дерн, который вот по официально космонавтов, но героев в районе вот этого местного храма сносится газон, это же будет продолжаться. То есть, если его аккуратно нарезать, погрузить, перевести, выложить, причем можно привлекать школьников, которых вот на прополку клум применяют и так далее, то это достаточно дешево, сразу получится... Ну, может быть, не автовладельцы. И последнее уточнение. Не автовладельцев, всех жителей города. Вот девочки с коляской, которые не могут пройти мимо машин, они тоже ощущают эту проблему, поскольку ставят где попало, они могут коляску потолкнуть. То есть, если у нее нет машины, но есть коляски, а машина уйдет на культурную парковку, то ее проблема тоже будет решена. Ну, последнее уточнение, Владимир. Прошу, у модераторов не расценивать это как пиар, но просто вопрос. Я, поскольку Андерсонградом, да, пославляю Андерсонград, у нас действительно очень большая проблема это парковки. К нам приезжает очень много гостей, которым негде запарковаться. И вот если мы рассматриваем те же самые белые пески, то опять же встанет проблема парковки. Находите ли вы, что ваша идея может вписаться тоже в белые пески как показательная? Без малейших сомнений. Если там за ним... Лена, подождите, ну вот в таком случае учитель, поддержка проекта «Белые пески», и я надеюсь, что вы будете дальше за этим следить, и мы будем за этим следить. В данном случае включают очень-очень много всего. Камеры, урны, парковки. Это все должно быть. Я с тобой целью удающаяся. Парковки Владимира, если он поддерживает вас, не должны потеряться. Еще вопрос. Очень неприятно было слушать инициативу, что это первое время чумы. Ну, как бы, я понимаю, что это злова. Александр, ты знаешь, не надо поедать. Нет, нет, нет. Я говорю, что инициатива имеет место интересное. Она сама. Просто надо показать на одном конкретном примере просто. И как это можно реализовать в дальнейшем. Чтобы людей пришли на ворсер, что это и показывает отношение горожан к данному проекту. Товарищи, ну прекрати, Александр. Я просто как-то услышал, но это сейчас. Александр. Приви премию там. Все, премия идет меньше. Александр, ваш вопрос. Еще вопрос такой, не поднимался ли это, вот именно эта проблема, действительно, среди жителей города, яхтолюбителей, да, в Лавенции. Вот я вижу здесь пятикратное удешевление парковки, парковочный момент, да, как-то единицы. Если, допустим, парковочное место, ну возьмем сейчас просто абстрактную сумму, там, 20 тысяч рублей, чтобы оборудовать это место. Собирается 10 человек, за 200 тысяч проект они делают парковку. То есть, если человек в пять раз дешевле ему так подходит, вот я как автовладелец, допустим, за 5 тысяч рублей, я готов сам лично войти в какой-то проект, в какую-то организацию. Я имею в виду не официальную, а именно, там, влачество и все прочее, которые поднимут вопрос мэрии, получат разрешение на парковку и сделают ее сами. Те же порты 13, там, космонавты 24, но с обязательным условием той же самой администрации нашей, чтобы, как вот Елена правильно сказала, чтобы они ее восстановили. Понимаете, то есть, может быть, они даже не заплатят деньги администрации, а возьмутся за восстановление именно газона с возможностью парковки. Администрация, когда выделяет вот эти места, она не ставит вопрос восстановления газона, который забетонирован, она берет деньги за уничтоженный газон. Тогда почему бы вам не поднимать вопрос не о оборудовании всего города этими парковками, а не внести изложение на совет депутатов, да, вот именно о вот таком решении проблем. Вот если выделить людям, понимаете, секундочку, да, вот есть проект термоядерного синтеза, который несколько стран делает, есть проект каталитического термоядерного синтеза, который пытались сделать в Советском Союзе, но их задавили висмутовой реакторе. А есть проект холодного термояда, который можно сделать. Если я приду к депутатам, скажу, что вот есть хорошая идея, они скажут, это хорошо. А если я скажу, что вот можно посмотреть, вот одна парковка, вот вторая парковка, вот третья, которая сделана в рамках проекта, и можно это дело масштабировать в рамках города, это будет совсем другое отношение депутатов. И в том числе. Нет, я предлагаю, например, выделить мой проект отдельно, но если у них там есть место, которое не является... Ну это будет уже ваша личная договоренность, то есть так они будут обязаны их включить, а так вы должны быть с ними договориться, они захотят, а не как парковку или что-нибудь... Нет, если они захотят, то они не из их денег, а уже от тех денег, которые будут выделены на эту инициативу, там будет выполнено столько мест, сколько позволит выделенной земле. Я правильно понимаю, что вы готовы рискнуть и вынести его отдельно, даже если оно не пройдет? Ну, мне бы хотелось, потому что если не пройдет, я могу им... Ну, они уже поняли, они уже поняли, о чем я говорю, и они могут сами включить это в проект, я только могу оказать любое содействие. Да, но они могут это и не включить в проект, если сейчас они не присоединятся. Потому что если к ним присоединятся, значит мы другие места в городе автоматически отсекаем, что крайне нежелательно. Хорошо, значит мы оставляем. Мы оставляем ваш проект отдельно, а дальше, если можете, вы договорились, уже не наше будет дело, а ваша личность. Все, спасибо большое, значит тогда есть больше вопросов.